Немного задерживаются, к сожалению, попали в пробку, поэтому боюсь, что где-то минуточек на пять начало встречи мы вынуждены будем отложить. Спасибо вам большое за ваше терпение и за понимание. Увасно, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях дуэт известнейших писателей и фантастов Олег Водожаревский и Дмитрий Громов. Вместе с Кенри Войновым сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Мы к вам честно выехали почти за час, тут езды минут 12. Ну, если так нормально, мы с Каменноостровского едем там буквально в начале. Мы были абсолютно уверены, что мы поедем с большим запасом. Мы мертво встали на Каменноостровском, где-то номер 39 или 37, а потом на мосту во вторую мертвую пробку. А из третий мы сейчас выскочили из машины и побежали уже пешком. Мы с Садовой уже бежали ногами. Мы очень рады, что вы нас дождались. Большое вам спасибо, еще раз извините. Все, можно мы сядем, а то мы пробежали. Конечно, пожалуйста, уже надегались сегодня. Спасибо, что все-таки до нас добрались. Очень признательно. Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча посвящена в первую очередь презентации нового романа Олега и Дмитрия «Нюансеры». Поэтому для начала я бы хотел попросить авторов немного рассказать все-таки о новой книге, которую мы сегодня презентуем. Как обычно, можно будет задавать вопросы потом, так что придумывайте вопросы. С удовольствием расскажем. У этой книги очень интересная судьба. Слышно хорошо, все нормально? Замысел ее возник так, чтобы не соврать, более 15 лет тому назад, в самом начале 2000-х. Причем не просто замысел. Мы ее замыслили, мы сели, составили план, подробный план больше первой, третьей. И средне подробный до конца. Сели писать и не начали. Не, не сели. Думали садиться и вот понимаем, что чего-то не хватает. Вроде и идея есть, и сюжет построен, и понятно, куда его двигать. И конфликт есть, и фондопущение есть, все есть. Но что-то не хватает. Не хватает искры. То есть машину собрали, а искры зажигания нет. Вот. Не едет, не горит. Все хорошо, но не горит. Ну ладно, отложили, не выкидывать же совсем. Отложили. И с тех пор мы регулярно там, проходит год-полтора, мы достаем этот план, что-то в него дописываем, размышляем, он разрастается, финал есть. Не можем писать, не получается. И так вот прошло много лет. Да, когда раз в год, когда раз в три года доставали, по-всякому было. Вот. И вот в прошлом году снова это дело извлекли. Почему с каким-то предощущением, что теперь получится. И мы поменяли время действия, поменяли место действия, поменяли главного героя, откуда-то вылез ранее только намеченный и непонятно какой, а теперь совершенно конкретный антагонист и занял свою почти ведущую роль. Нет, он все-таки поигрывает в этом смысле, в смысле уделения ему внимания главному герою, но уже почти с ним на равных. Более того, мы вообще замышляли этот роман на материале современности, на целом ряде событий, которые происходили вокруг нас. И вдруг роман ухнул в 1897 год, не теряя в содержании. Все то же самое, но в 1897 год. Главный герой вдруг переоделся в очень знакомую для нас личность, но мы ее пока называть не будем, того периода. И кроме этого, мы вдруг так сели и решили, а эта личность, она вообще могла быть вот в тех событиях, в том месте, в это время, вот там, где нам нужно. Потому что мы как бы знали биографию этой личности, но не настолько подробно. Мы полезли проверять, и началась мистика совпадений. Оказывается, не просто мог быть, а был неоднократно. Занимался целым рядом вещей и дел, которые нам просто необходимы. Был знаком с людьми, которые у нас вокруг возникли. Тут мы немножко ошалели и поняли, что надо писать. Это первый случай, когда мы написали роман за два месяца. У нас такого не было. Да, но шли к нему 15 лет. Но писался он как из пушки, то есть с утра до вечера, ночью в голове какие-то персонажи кричат, разговаривают. Утром скачил, там во время зарядки как-то скомпоновал, чего они кричат, и побежал выяснять дальше. Ну, вот такая вот интересная судьба у этого романа. Он с таким же названием вот и задумывался, но на 120 лет вперед. А вот, оказалось, уехал. Кстати, там есть ряд эпизодов в городе Санкт-Петербурге. Летний сад и прочее. Пришлось выяснять в конце 19 века, какие у вас брендмейстеры были, кто погиб в это время на пожаре. Ну, очередь надо было. Как в то время называл та или иная улица, где располагалась такая-то лавка и тому подобное? Потому что место основного действия мы знали лучше, а вот тут пришлось копать сильно. Ну, собственно, мы, наверное, о романе что? Рассказать что-нибудь о содержании? Что? Не надо. Спойлеры поймем. Заинтриговали по поводу главного героя. Может быть, приоткроете завесу тайны, кто все-таки послужил прототипом тогда главного героя, раз уж упомянули. А он там назван по имени, отчество и фамилии. Константин Сергеевич Алексеев. Известный промышленник, очень богатый человек. И с личным состоянием примерно треть миллиона рублей золотых. Не считая, так сказать... Вложенных в дело. Вложенных в дело. Московский завод «Электропровод» — это его бывший завод. А в свободное время актер-любитель. На тот момент не слишком известный. Говорил на многих языках. Ну, если вы его там узнаете дальше, значит, узнаете. Спасибо большое. Дорогие друзья, если у вас появляются вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки. Ко всем постараюсь подойти с микрофоном. Сегодня есть возможность спросить любимых авторов. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень редко задаю вопросы, но тут уже все-таки решилось. Во-первых, огромное спасибо за все-таки прекрасную концовку. Потому что всю дорогу читала и боялась, что кто-нибудь таким умрет. Что вы смеетесь? Я в законе не могу пересчитывать, переживаю я в конце. Вы так напишите, что они родные уже, как минимум троюродные. Мы не смеемся, мы радуемся. Вы знаете, сколько нас людей упрекало за эти концовки. Почему вы никого не убили? Ну, мы кое-кого убили, конечно, но, как сказать, не всех. И все-таки, почему такой положительный конец? То есть, тем более вы сказали, что концовка была уже изначально задумана заранее. Не хотелось расставаться с героями или чем-то это было все-таки обосновано? Сложно вам ответить, не устроив спойлер для всей почтенной публики, правда? Ну, концовку пересказать вам, да? Нет. Нет, разъяснить, а не пересказать. Мы начнем издалека. Обратите внимание, как изменились романы Стивена Хинга после того, как он попал под автобус, а потом все-таки выжил. Кто меня понимает, да, тот знает, о чем мы говорим. Нам последнее время, последние лет 5-7, мы не то чтобы стали любителями хэппи-эндов, но мы все-таки решили, что надежды вокруг нас намного больше, чем горе. А кормить вампиров обязательным анхэппи-эндом, просто потому что это сейчас популярно, это отвратительное занятие. И когда нам предлагали, скажем, написать что-нибудь, давайте напишите, что есть постапокалипсис, там зомби бродят по миру, последние выжившие с автоматами прячутся за консервную банку, дерутся. Мы отказывались молча, так сказать, без вариантов. В этом романе мы хотели о прощении написать, о покаянии, о бескуплении. Об этом и писали. Обошлись без спойлеров. Хотя там не все так хорошо, как вам могло показаться. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас вроде бы такая прекрасная ситуация, когда существуют большие такие книжные магазины, многоэтажные, там много книг. И в то же время каких-то популярных ресурсов, средств массовой информации, посвященных этому всему разнообразию, нет. Нет программы, там, какого-то печатного органа, в общем. Или, может, есть, но я их не вижу. Как ориентироваться в многобазии? И вот заходит случайный человек, который решил ознакомиться с современной литературой, прикоснуться к прекрасному. Вот мне интересно от вас услышать набор рекомендаций, как выбрать хорошую книгу, чтобы потом не разочароваться в литературе современной вообще, и вообще в литературном процессе. Как человеку случайно зашедшему в книжный магазин, среди этого великолепия, ориентироваться? Вот мне интересно. Ну, мнение профессионально. Сейчас займемся саморегламой. Да. Нет, не в смысле своих книг, это как бы по умолчанию, это понятно. Вот. У нас, например, на том же Фейсбуке и не только, есть специальный раздел, не знаю, как там называется, страница, вот, который называется «Хорошие книги Волги рекомендуют». Куда мы пишем наши впечатления, отзывы, иногда и развернутые рецензии на те книги, которые мы прочитали и которые нам понравились. И на совсем новые, и на изданные недавно, и на изданные давно, и на отечественные, и на плясику, и на детективы, и на жестокий реализм, и на все, что угодно, иногда даже детские попадаются. Если вам интересно, заходите. Мы это пишем не по заказу, бесплатно. И только то, что мы хотим хвалить. Мы ничего там не ругаем. Хотим ругать, молчим. Да, то есть книжка называется, рубрика называется «Хорошие книги», Волги рекомендуют. Она есть на Фейсбуке, к примеру, она есть. Сейчас, по-моему, где-то еще. Но там она наиболее концентрирована. Только нет гарантии, что вам понравится то, что нам нравится. Но в конце концов, посмотрите, мало ли. Ну, это, ну, в принципе, мы кое-что читали из книг, которые в своих обзорах рекомендовала Галина Юзефович. И это то, что мы оттуда прочли, нам понравилось. То есть, может быть, и вам понравится. Опять же, гарантии нет. Вот, но, скажем, могут не сойтись вкусы, но заведомую дрянь она точно хвалить не будет. Ну, и как ориентируйтесь? Ориентируйтесь на вкусы людей, которым вы доверяете. Ориентируйтесь на жанры, которые вам нравятся. А вообще, честно говоря, профессиональный читатель, раскрыв книгу и прочитав одну страницу, уже понимает, хотя бы каким языком она написана. А если он не понимает, так он такой читатель, что ему, пожалуй, все равно, что читать. Тогда пусть читает первое, что попалось под руку. А где еще есть такие издания или, так сказать, ресурсы? Ну, не знаем. Ну, вот на Горьком есть портал Горьки, на нем часто публикуют обзоры книг, и вроде бы достаточно такие авторитетные люди. Василий Владимировский периодически пишет обзоры книг. У него, правда, вкусы специфические, но, опять же... Да, проверьте несколько книг. Более того, наверняка он пишет что-то на что-то, что и вы читали. Сравните ощущения. Сначала посмотрите, написано на то, что вы уже прошли. Сравните, так сказать, оценки ощущения, насколько он там хвалит или ругает. И тогда увидите, совпадает или нет. Кстати, к нам, к Юзуисповичу, это точно так же относится. Ну, наверное, все. Спрашивайте дальше. Мы в вашем распоряжении. Ага, вот вижу раз, потом два. Если не секрет, а как вы относитесь к пиратству? Ну, сейчас большинство книг есть в интернете, причем в свободном доступе. Считаете ли вы, что вас оборотят? Или наоборот, что благодаря бесплатным книгам люди о вас узнают и впоследствии могут приобрести ваше творчество? Это вопрос, который нам задают всегда. И наш ответ – всегда не нравится поклонникам пиратства. Нам не слишком нравится, что нашими книгами распоряжаются без нашего витома. Кроме того, мы очень рады, что люди читают наши книги, но нам надо кормить наши семьи. Вы уж извините, пожалуйста, но так сложилось. И если читатель берет, скажем так, если наш литературный труд никак не оплачивается, мы будем вынуждены заняться другим трудом. Тогда у вас не будет возможности читать наши книги. Собственно, вот это все наши отношения к пиратству. Бороться мы с ним не можем, мы не имеем законодательного влияния. Мы для себя просто, как бы без борьбы и без споров, наездов каких-то, разделили читателей на две категории. Есть читатели, есть потребители. Вот потребитель литературного труда… Он никогда ни в каких условиях за него не заплатит. Он не будет платить. Почему? Ему в целом автор безразличен. Ну, не будет этого автора, будет другой, не будет другой, будет 33-й. Он потребитель. Его интересует товар и, собственно, так сказать, отношение к товару. Читатель в какой-то мере соавтор писателя. Они вместе живут, вместе работают. Читатель понимает, что писатель вынужден кушать, вынужден одеваться. Мы же совершенно не шикуем, у нас нет машин, кстати. Но мы для себя их разделили и поняли, что мнение читателя нам всегда интересно. А мнение потребителя нам в целом не интересно, поскольку ему не интересны мы. Вот, пожалуй, все. Что можно сказать по этому поводу? Ну, наверное, не совсем все. Просто проблема пиратства даже не только экономическая, хотя и это тоже. Но экономическая – это следствие, а не причина. А причина – это, ну, то есть главная проблема – это то, что пиратство прививает людям воровскую мораль. Ну, если выросли ее слоганом, что я лох покупать за деньги, когда можно взять на халяву. Вот, к счастью, в последние несколько лет, медленно, очень медленно, но часть читателей, которые раньше читала на халяву, все время или часто, постепенно переходит на другую, на светлую сторону силы. Вот, со слоганом «Да что ж я себя не уважаю брать ворованное?» Вот, и этот процесс есть, он, к счастью, идет. Постепенно количество людей, которые книги берут, в общем, честно, это будет за деньги, а не, так сказать, у пиратов, оно потихоньку растет. В процентном соотношении. Если раньше пираты властвовали абсолютно, теперь уже далеко не абсолютно. Вот, к счастью, это потихоньку меняется, но очень медленно, слишком долго и тщательно народ приучали к халяве, а это вот такой искус, искушение, которому, в общем-то, достаточно легко поддаться, даже, в общем, приличному человеку и не заметишь, как туда скатился. Мы, кстати, очень гордимся тем, что раньше, когда наша книга целиком появлялась на легальном ресурсе, то пираты ее украли в течение суток, а сейчас уже года полтора они ее украдут в течение трех-четырех часов. Это, видимо, так сказать, рост нашего таланта, интереса к нам. Нам это очень приятно. Вот, да, собственно говоря, все, что нужно знать о пиратстве. Естественно, мы относимся к этому делу негативно, но как-то брызать слюной, бегать куда-то, кричать, пираты, мазда и всех наехать. Конечно, мазда и наехать, но зачем об этом говорить, это и так понятно по умолчанию. Собственно, все. Тут был вопрос, я хорошо помню. Спасибо. Может быть, я попробую без микрофона? Хорошо, ладно. Значит, у меня вопрос. Ну, хочется, конечно, немножко поспорить относительно потребительства и пиратства, но я не буду. У меня вопрос вот немножко предыдущим вызван. Когда-то существовал журнал «Если», я, например, хорошие книги выбирал следующим образом. «Если что-то упомянуто, например, ругательно в критической части журнала, если, это обязательно следует прочитать. Если хорошо, тоже, ну, ругательно или хорошее, это как раз безотносительно понравится ли мне». Так вот у меня вопрос такой. Не знаете ли вы, поскольку вы к этим, к этой публике имеете отношение, может быть, есть, может быть, в интернете, может быть, в печатном варианте, какой-нибудь такой ресурс, на котором можно было бы отслеживать новинки, например, российской фантастики текущей. Потому что, если перестал выходить, я немножко потерялся. Новинки отслеживать можно. Но там, я сейчас расскажу, где. Я имею в виду искусство, а не вот это вот. К сожалению, нет такого ресурса, ну, по крайней мере, мне неизвестен ресурс, где дают информацию только, ну, по отобранным, по какому-то критерию, скажем, по вкусам отбирающего или еще по какому-то, который считает хорошими книгами, и не дают обо всех остальных. Просто весь перечень новинок можно отслеживать, есть такие ресурсы, фантлаб лаборатория фантастики, там есть отдельная колонка, где публикуются все новинки фантастики, причем отдельно зарубежной переводной, отдельно российской, ну, вообще, в целом русскоязычной, не только российской, вот. Но там нету выборки по какому-то, какому-то либо критерию качества, жанру, ну, не знаю, чему-то еще. А что-нибудь вроде литературного журнала, Аль-Монаха, вот. Вы извините, мы же же не критики, мы не отслеживаем такие ресурсы. Ну, значит так, в принципе, за фантастикой неординарной следит Василий Владимировский, о котором мы упоминали. То есть, где он публикует, он публикует в разных местах эти свои, так сказать, рецензии, обзоры, отзывы и так далее, но, в принципе, можно подписаться на него в Фейсбуке. На все свои статьи, опубликованные, он где-то у себя в профиле обязательно дает ссылки, а если что, так постучаться в личку и спросить Василия, где можно почитать ваши свежие материалы, где вы их всегда публикуете. Он, естественно, с большой радостью поделится ссылкой, ему лишние читатели совсем не помешают. Можете еще посмотреть сайт журнала «Мир фантастики», у них раздел книги, там полно всяких рецензий, но понравятся ли Вам эти книги, мы не можем сказать. Я сам там писал, мне не нравится. Да извините, других ресурсов у нас для Вас нет. В принципе, есть еще обозреватели, ну, короче говоря, посмотрите, «Грин Бер», «Зеленый медведь» есть, такой ничего, так критик. Вот еще, ну, я просто сейчас на вскидку всех не вспомнил. Про свидетельской функцией мы занялись. Где можно рецензию? Спасибо большое. Дорогие друзья, еще вопросы, пожалуйста. Раз, два, запомнили. Да, да, запомнили. Здравствуйте. Добрый день. Если можно, небольшая реплика, есть же вот ищущийся вопрос. «Мифы Древней Греции», «Радцы», «Замечательные книги». Ну, берешь руки в черный баламут, берешь любовника из ахийского цикла, история становится разноцветной, появляется объем, появляется их четвертый, пятый, так далее, измерение, становятся поняты персонажи, их желание, их стремление. Вопрос такой, если в планах еще поднять какой-то вот такой класс, например, скандинавскую, преддогу или что-то подобное. Ну, во-первых, у нас не так давно вышел роман «Сильный», из этого же, так сказать, набрали. Да, по мотивам якутского эпоса «Двухтонный роман», в общем, вполне себе мифологический. Понимаете, дамы и господа, в чем сложность? Сложность первая, мы никогда не замысливаем книгу, начиная с декораций. Ну, давайте там вот в Скандинардию съездим, да, мифологическую, или там, скажем, к папуасам народа кивая. Мы не начинаем с этого. А второе, мы однажды поняли, что мы вдруг начинаемся превращаться в популяризаторов мифов до целого ряда читателей. И это самое ужасное, что может случиться с писателем. Его загнали в колью и говорят «Еще!» Ну, смотрите, вот еще скандинавов не описывали, да, а вот еще египтян не описывали. А вот еще есть же целое собрание мифы, там, народов СССР, да, вот еще и зарубежные. А какие африканские есть легенды и мифы и так далее, совершенно шизунутые. Вот, а южноамериканские и североамериканские. Ну, то есть, короче, мифологий, легенд, эпосов, сказок и так далее хватает столько, что за три жизни. Не то, что не перепишешь, наверное, и не перечитаешь. Просто у нас так получается, как только нас загоняют в какую-то колью, мы из нее выдираемся зубами и когтями. Нам там скучно становится. И поэтому, как бы, мы взяли и удрали. И вот сейчас вдруг, оказывается, появился целый пласт читателей, которые говорят «Это вся мифология Олди». Это все полная чепуха. Оно никому не интересно. А вот Эйкумена — это да. А появился пласт читателей «Это Эйкумена, полная лабудат». И это. А вот, скажем, там нам здесь же «Тирмен», «Нюансеры», я знаю, там современность. Ну, как бы там последние два века, да? Светло в зеркальце. Читатели разные. А мы любим писать по-разному. Мы совершенно не любим вот залезть в этот тоннель и по нему идти, выпалывая все, что там только могло произрасти. Если коротко пересказать то, что говорил Олег, нет у нас плана на скандинавской мифологии. То, с чем мы сейчас работаем, это не мифология, но, так сказать, к историческим романам близко. Спасибо большое. Уважаемый автор, а какие в основном рецензии и отзывы поступают на новый роман? Я просто обратил внимание, Алексей Иванович, у вас недавно на странице ВКонтакте был приятно удивлен, в том числе был один негативный отзыв опубликован. Один и не один. Я обратил внимание, возможно, не один, но просто это редкость для современных авторов, что опубликовали, в том числе, и какие-то критические оценки. У вас же это есть, и это замечательно, просто по процентному соотношению все-таки, насколько больше или меньше негативных, и как вы на них реагируете, как к ним относитесь? Ну, во-первых, сразу могу сказать, что на эту книгу очень полярные отзывы. Середины, ну, типа ничего, так прочесть можно, под пиво пойдет, вот такого плана, таких нет практически совсем. Вот. Либо резко положительные, ну, иногда с какими-то, так сказать, небольшими критическими замечаниями, в целом резко положительные, либо полная дрянь, скукотища читать невозможно, вообще не литература, ну, дальше не цензурно. Вот. Ну, нет, иногда и цензурно. Но смысл тот же. Вот. И вот тех, которые положительные, резко положительные, их, пожалуй, процентов 70, я так думаю, и процентов 25, вот, резко отрицательных, ну, и 5 процентов все-таки, наверное, попадаются на серединку. Мы вообще считаем это признаком того, что книга удалась. Мы очень рады этой книге, она из тех, которой удалась. И когда мы заранее знаем, что она, скажем, будет менее популярна, чем мифологическая какая-то. У нас есть книги, которые мы заранее знаем, ну, судьбу, но их надо написать. Ну, вот надо. Хоть разбейся. Поэтому, вот, чем полярнее отзывы, тем для нас большая удача эта книга. Причем на нее просто, она же вышла недавно, тут месяц буквально прошел, на нее насыпалось развернутых отзывов масса. То есть большие рецензии. Полноформатных рецензий. Не просто там три строчи, там типа понравилось, там интересные герои. С исследованиями. Кто-то понял, кто персонаж, кто-то понял, что там происходит. Полез википедию. Вот мы... Кто-то провел любопытные параллели, аллюзии. Причем часть, которую мы закладывали, а часть, которую мы не закладывали, мы посмотрели и увидели, что они, оказывается, там тоже есть. Это уже называется вторичные аллюзии, которые мы специально не планировали, но они как бы сами получились. Мы посмотрели, да, действительно, так можно прочесть. Он ничего не переврал, не перепутал. И, в общем, все нормально. Просто мы намеренно этого не закладывали. Оно само получилось. Есть очень активные, негативные отзывы, где в основном почему-то обсуждают не книгу, а нас. Наше социальное положение, национальное, там, географическое, внешность, полвозраст. Все на сайте. Хотим мы кушать или не хотим мы кушать? Это очень интересно для рецензента. Да, сразу заявляем, хотим, хотим. В данный момент еще не очень. В целом. Поэтому мы очень рады тому, что за месяц насыпалось этих рецензий масса. Ну, не знаю, наверное, десятка-полтора с гарантией. Да, это точно. А если считать с небольшими, так точно больше. Поэтому это очень здорово. Мы очень рады такой реакции. У нас ненамного книг было так, чтобы прямо сходу посыпались рецензии, когда человеку много хочется сказать. Мы ответили? Вот там были вопросы. А у кого поднимите? Да, 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 да. Совершенно верно. Во-первых, спасибо большое. Я читаю все ваши книги. А когда вы пишете, я читаю то, что вы рекомендуете, чтобы хоть как-то... И вам спасибо, очень приятно. Вопрос следующий. Понятно, что есть писательский талант, писательское мастерство, которое у человека есть, и которое он в себе воспитывает, шлифует. Есть ли в вашем понимании читательское мастерство, читательский талант, читательский скилл, и можно ли его в себе развить? Что для вас хороший читатель, профессиональный читатель, если можно так сказать? Ну, во-первых, я абсолютно уверен, что, конечно, читательское мастерство есть, и его, конечно же, можно развивать. Ну, если человек этим увлечен, то это получается, в общем-то, даже само собой. Вот. Но иногда и целенаправленно. Вот. То есть, как бы, это навык, который, да, существует, который, да, можно развивать. Тут очень сложно ответить, потому что, как бы, сказать, что тот читатель, который умный, и видит все аллюзии автора хорошие, нет, это неправда. Я сам, читая Дорфолга, наверняка, там, две-третьи аллюзии не замечаю. Ну, к примеру. А у нас именно поэтому никак не могут хорошо перевести Скотта Беккера. Вот этот, у Крестовой, так сказать, поход фантастический. Потому что там такие намеки, которые не улавливает ни переводчик, ни редактор. Мы когда-то пытались на материале ГЕС, у него есть статья на эту тему, мы ее так чуть-чуть развили там для себя, и в какой-то даже статье отметили. Три типа читателя, они не лучше и не хуже, они разные. И каждый один человек, может, отдельный человек, может быть смешанным типом для разной книги. Первый тип – это читатель, читающий историю, как историю, ну, некую историю. К его личной жизни она не имеет никакого отношения. Он читает «Три мушкетера» или там «Гарри Поттера» или еще он что-то читает. Это история, выдумка, вымысел. Ему интересна история, интересна героя, и все. Может быть, даже язык интересен, не только обязательно героя. Но он это никак не соотносит с окружающей реальностью, своей жизнью, с чем-то еще. Он просто прочел интересную историю. Второй читатель читает историю, соотнося ее со своим личным опытом. Он, как у Высоцкого, вдруг понимает про нас, про всех, какие к черту волки. И вдруг понимает, что это связано с его жизнью, с окружающей жизнью. Это второй тип читателя. А третий тип читателя, который еще и видит некоторые авторские механизмы, с помощью которых автор добивается той или иной реакции. Вот читатель, совмещающий эти три типа, наверное, высокий профессионал чтения. Более того, разные типы, в смысле разные книги можно читать по-разному. То есть, в принципе, вот я за собой, сам себя за тем ловлю, что какую-то книгу я действительно читаю просто как историю. И она мне может даже нравиться, и все хорошо. Но я ее не примеряю на себя, не смотрю на механизмы. В общем, просто прочитаю как историю. Какую-то примеряю, а в какой-то выискиваю механизмы. Вот недавно, кстати, прочитал Брисбен Водоварский. Вот там было очень интересно смотреть. Кроме того, что это очень сильная книга, это отдельный разговор. Но там как бы и на себя примерялось. Но самое главное, там очень интересно было отслеживать писательские механизмы. Потому что Водоварский действительно большой мастер, и у него эти механизмы достаточно оригинальные. И такими мало кто пользуется. Ну, не скажу, что никто, наверное, просто я, может, кого-то просто не читал того, кто пользуется. Но вот он уникален, почти уникален. Эти механизмы видны. То есть, ну, мне, по крайней мере, видны. Очень интересно. Ну, примерно так. Давайте. Позволите. Вы продолжение темы Олди рекомендуют. Вопрос будет следующий. Вы много читаете, и не случалось ли вам в процессе чтения, допустим, очень интересной книги, натыкаться на эпизод или, может быть, какой-то внезапный для вас финал, который вызывает совершенный диссонанс от прочитанной книги. Пока идет процесс чтения, все замечательно. Ну, вот, даже пересчитывание книги по новой в результате не проходит в этот момент. Нет, у нас, ну, у меня так точно... Может быть, я по-моему... У меня одна была. Не, не, не. А сейчас, не помню, как его... Помню, только по ненецалам фамилия. Р.К. Нараян. Это индус. Тигр для Мальгуди. Книга очень хорошая. Финал, как по мне, небольшой кобели хвост. Я, как правило... Вернее, скорее, небольшой тигр у хвост. То ли мне я отбираю как-то так книги, но, как правило, я пытаюсь понять художественное решение автора, почему он так пишет. И когда я его понимаю, я вижу, что все укладывается в рамки этого художественного решения. В данном случае я понял, почему он так написал. Это как раз было понятно. Просто с моей позицией, ну, как бы мировозаической, что ли, оно... То есть вначале оно отлично совпадало, а если бы оно не совпадало с самого начала, этого диссонанса бы не было. Или бы, если совпадало до конца. То есть я понимаю, это как бы его полное право, это его позиция. Он высказывал какие-то свои мысли, идеи. Я даже понял, какие прекрасно понял. Но мне эти идеи не очень понравились. Ну, как бы... Нет, не то чтобы они плохие, они просто не мои. И пока до этого не дошло, все было хорошо. А тут бах, и он повернул совсем не в ту сторону. Я не скажу, чтобы книга от этого стала хуже. Она все равно хорошая. Просто она не моя. Примерно так. Еще вопросы? Вот. Здравствуйте, большое спасибо за... Добрый день. Возможность вас лицезреть вживую и живыми. Человек, который никогда, много лет назад меня подсадил на Олди, утверждал, что на тот момент все книги Олди в той или иной мере объединены таким, как-то так, в мультивселенную, скажем так, как это сейчас модно сказать. Ну, и приводил конкретные примеры на примере, там, произведение ваш выход, который связан с бездной, связанный с нам здесь жить. И хотелось бы спросить, вы намеренно вот так вот литературно, что ли, как сказать, лукавитесь читателям, играете? Вот. Или это именно какой-то замысел действительно в той или иной мере объединить книги в какую-то мультивселенную? Нет, мы тут не лукавим, и замысла такого нету. Мы вообще полагаем, что все, что мы пишем, оно объединено не на уровне проходного персонажа или какого-то места действия, которое переходит из книги в книгу. Оно объединено для нас внутренне на уровне идей, мировоззрения, взглядов. И поэтому иногда, когда нам, мы пишем книгу, которая, в общем, не очень-то связана с какой-то другой, но нам надо ее поставить, извините за умные слова, в общий литературный контекст. Вот он через прилив контекста остального своего творчества, потому что как какого-то небольшого кусочка в остальной литературе. То есть мы как бы пытаемся сказать читателю, что, вы знаете, мы об этом говорили еще и вот здесь. Не персонаж там проходил мимо, а мы об этом с вами уже разговаривали. Только по совершенно под другим углом, в других обстоятельствах. То есть это кристалл, который мы повернули, то одной гранью, то другой. Смотрите, грань другая, но кристалл тот же. Вот в этом смысле, да, они объединены в мультивселенную. Формально нет, не объединены. То есть формально есть связи между некоторыми книжками, в общем, совершенно, естественно, не случайные. Ну не могли же бы позабывчивость их написать. Вспомню. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к вам вопрос, наверное, из внутренней кухни. Есть выражение, что за многими успешными мужчинами стоит не менее успешная мудрая женщина. И вы можете рассказать какую-нибудь историю, как ваши самые дорогие вам женщины, либо ваши жены, либо ваши мамы как-то вот направили акцентировать какой-то нюанс вашей написанной книги и, ну, фактически решили ее во многом судьбу. Ну, я начинаю. Ну, давай ты. Вообще, на самом деле, тут можно не с книгами. Я, когда закончил институт, то мне предлагали несколько хлебных должностей там на уровне замдиректора там Дворца культуры и так далее. А я вместо этого пошел работать с маленьким театром на маленькую зарплату. И эту зарплату я еще к тому времени там полгода не получал. И вот моя жена, медицинский работник, так сказать, молчала, говорила, что если я хочу работать в театре, то я должен работать в театре. И мы жили на ее зарплату. И, в общем-то, ни одного убрека я никогда не слышал. С книгами та же самая история. Нас шесть лет не печатали. То же самое могу сказать о своей жене Враниславе. В общем, поначалу, ну, я еще как-то ничего учился в аспирантуе, получал еще полставки младшего научного. Ну, как-то не то, чтобы какие-то большие деньги, но жить более-менее можно. Вот. Ну, а Враня тогда не работала. Она в декоритном отпуске была сначала беременность, потом ребенок. Ну, а потом, когда она вышла на работу, она заработала больше, чем я. Я, в общем, тоже, как бы никогда ни одного слова против не было насчет написания книг. Наоборот, всячески за, с большим интересом читала. Более того, наши обе жены, наши жены, это наши первые читатели. И, знаете, достаточно суровые критики-редакторы. Вот. То есть, как бы, причем у каждой есть своя специализация. Лена видит больше одно, а Броня больше другое. Нам, действительно, мы никогда не привлекаем никаких редакторов, бета-тестеров и так далее. Это по подобных корректоров. Вот. Зато это делают наши жены с большим удовольствием и для них, и для нас. Ну, в общем, как бы, тут и общая, так сказать, поддержка, солидарность и бедство душ, как это не пафосно звучит, и вот конкретная помощь в том числе. Ну, и мамы у нас тоже были хорошие. Это да. Добрый вечер. Такой философский вопрос. Насколько лично вы задумывались о роли автора в обществе? Вот был ли для вас важен этот вопрос и что вы о нем думали? Очень невелика. Сейчас, грубо говоря, роль популярного блогера намного выше. Потому что он проще и затрагивает большую аудиторию. То есть, грубо говоря, сейчас подвигнуть большие массы на что-то, в чем не всегда хорошее, писатель не в состоянии. Он и раньше-то не очень был в состоянии. Но все-таки тогда было, ну, скажем, грубо говоря, вот, скорее всего, в конце 19-го, начале 20-го века, когда уже распространилась грамотность и пошло массовое книгопечатание, наладилось, плюс распространение, но еще не было толком других средств и информации, и развлечения, и культурного досуга и так далее. Ну, собственно, что было? Книги и театр в основном. Ну, цирк еще. Вот. А, в общем, ну, ни телевидения, ни кино еще не было, ни тем более интернета, кинематограф только-только зарождался. Вот. Тогда, конечно, книга несла, ну, значительно больший заряд, в том числе и социальный. Ну, могла нести, по крайней мере, не все же несли. Вот. Потом, естественно, роль уже с массовым появлением радио уже начала падать. А сейчас так и подавно. Это не хорошо и не плохо, это факт. Но если вспомнить, что общество состоит из отдельных людей, и уйти от идеи влияния на общество, то влияние на отдельных думающих людей у писателя намного выше. Повторяю, на отдельных думающих людей. Потому что именно в этом случае писатель способен изменить конкретного человека, и не одного, естественно. Но тут не надо гнаться за законом больших чисел. За массовостью. Наша работа точечная. Грубо говоря, люди искусства гранят драгоценные камни. И их намного меньше, чем булыжников. А булыжник для мостовой обтесывает совершенно другая профессия. И он тоже, естественно, нужно ходить и ездить-то почему-то надо. В конце концов, драгоценности это хорошо, но мостовая тоже нужна. Это мы абсолютно не принижаем. То есть это совершенно полезная, нужная и востребованная профессия. Ну, как бы у нас другая школа, как говорил наш сенсей по каратэ. Что еще? Ага, видим. Здравствуйте. Какой вопрос. Когда вы задумываете какую-то книгу, начинаете ее писать, задумываетесь ли над тем, для кого вы ее пишете? То есть, например, вот этот вот сюжет будет интересен молодежи, а вот этот взрослым поколением? Да, обязательно задумываемся. Мы ее пишем конкретно для двух человек. Вы их видите перед собой. Когда мы начинаем работать над книгой, мы никогда не думаем о читателе. Вы уже извините. Никогда, подчеркиваю. Мы не прикидываем, на какую аудиторию это пойдет. Целевая аудитория — это два слова, которые мы вообще не воспринимаем. Мы вообще это считаем заклинанием, которое почему-то стало очень популярным, и как любое магическое заклинание в нашей реальности не работает. То есть мы это пишем для себя. Вот какую книгу мы бы хотели прочесть. Но она еще не написана, поэтому мы занимаемся этим вопросом. И только когда она закончена и отредактирована, мы можем примерно представить, на какую аудиторию, помимо нас двоих, там, да, ну еще там наших жен и пара друзей, она может попасть в эту аудиторию. Какой аудитория нам может быть больше интересна, какой меньше. Но все это происходит только после того, когда книга закончена. Мы не только об аудитории не думаем в этот момент, мы и о издании книги не думаем. У нас ни разу не было, чтобы мы, грубо говоря, предлагали к изданию, то бишь продавали, да, ненаписанную книгу. Или даже начатую писать, но незаконченную. То есть только законченную. Да, то есть это, в общем, наш давний принцип, мы его до сих пор поддерживаемся. Предлагать и подписывать договоры, если возьмут только на законченную книгу. Это раз. И второе, да, мы при написании, задумывании, написании книги не думаем ни о читателе, ни о издателе, ни о книготорговце, ни о критике. Вот это, вот есть мы и текст, больше никого нет. Мы придерживаемся мнения классика. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот когда будет рукопись, тогда мы займемся деловыми вопросами. Аудитория, издатель, там что-то еще. Но потом. Еще один небольшой вопрос. Я так понимаю, что Нюансеры — это сороковой ваш роман. Да. И из этих сорока совсем, в общем-то, небольшая часть по современным меркам написана в соавстерстве. Я понимаю, что вас двое, и, наверное, у вас вполне себе самодостаточный тандем. Тем не менее, не могу не спросить. Раньше были очень интересные коллабы, я говоря, современным языком, с писателями Харьковской школы, с другими писателями, в малой и большой форме. Не планируется ли чего-то подобного? И как бы как топ-вопрос. А когда у вас возникает мысль о том, что вы вдвоем, грубо говоря, что-то наметили, но вы не справляетесь, вам нужен третий или четвертый? Значит, пока что планов на расширенное соавторство, да, у нас были книги с Андреем Валентиновым на троих, и с Валентиновым и Мариной Сергеем Дьяченко с супружеским тандемом на пятерых. Вот, были, были такие книги, ни одна и ни две, вот, но сейчас таких вот новых планов на расширенное соавторство у нас нет. Это не значит, что они не возникнут через год или полтора, мало ли, мы не загадываем, всякое бывает, потому что те тоже не планировали сильно-сильно заранее, что типа давайте мы через год встретимся и подумаем, не написать ли нам что-нибудь вместе. Оно происходило, ну, если не совсем спонтанно, то достаточно быстро, вот. То есть, скажем, еще две недели назад мы об этом особо не думали, к примеру, вот, так что всякое бывает. Но пока таких планов нету. Что там дальше еще было? А, когда возникает, да, идея соавторства, оно бывает совершенно по-разному. Вот с нам здесь жить было, когда мы написали кусок текста и упрели в стену и не знали, как продолжить. А у Валентинова еще до того неоднократно возникали идеи на какое-нибудь расширенное соавторство, причем совсем расширенное, не только с нами, там, ну, вообще у него были идеи, там, типа, вообще по году человек двадцать собрать и написать. Ну, мы сказали, Андрей, ну, до двадцати надо еще дорасти. Ну, кстати, до пяти все-таки доросли. Вот. А давай, как бы, смотри, мы тебе даем кусок текста, у нас он застопарился, почитай, мы не будем говорить, что мы там пытались планировать дальше, а то ты в ту же стенку упрешься. Сможешь интересный вариант найти, продолжить? Будем писать вместе. Он через две недели или три бы шел, выдал вариант, он оказался интересным нам силам, и сели писать вместе. Скажем, Ромни Пентапель писался по другому принципу, а рубеж по третьему... А рубеж по третьему, когда, скажем, первую треть книги, там, двухтомник, да, написали супруге Дьяченко и ничего не говоря, не комментируя, передали Валентину. Он написал вторую, третью, ничего не говоря, передал это нам. Мы закончили том, потом мы собрались, обсудили второй том и разрешлись его писать по тому же самому принципу. То есть какие-то намёки, концепты у нас были, но подробного плана не было. Поэтому очень разные формы, очень разные стимулы. В рубеже у нас, когда изначально мы собрались его писать, было всего два условия обязательных. Первое, пишем всерьёз, то есть какие-то иронические эпизоды, конечно, могут быть, и юмор, но в целом это серьёзная книга, а не по ходатушке. И второе, не убивать до конца героев друг друга. Всё, больше никаких ограничений не было. Так, ага, видим. Вопрос видим. Ещё один вопрос. Со времён Дмитрии вашей статьи о пятном романе «Замолвите слово» уже 10 лет прошло. А если не больше? Да, да, но больше 10 лет, точнее не скажу. И вот в связи с этим вопрос. В русскоязычной фантастике, в российской фантастике, видите ли вы изменения той ситуации, о которой писали? Появилось ли в номинациях, в тех же, именно вот романы по критерию романов, а не по критерию, собственно, издателей? Не по критерию объёма, а по критерию романности. Вы знаете, нет, наоборот, эта тенденция усугубляется. Почему? Сейчас фантастика в очень широком смысле. Для читателя, который её, так сказать, потребляет, опять же, мы берём сейчас массовые, законы больших чисел, это аналог фильма. От книги хотят того, чего хотят от фильма. То есть картинки, экшен, клипового некоторого мышления, желательностей, но продолжений, проду давай, да, и так далее. Это всё привело к тому, что книга стала похожа не на роман, а на новелизацию фильма. Сценарный язык, короткие абзацы, короткие, резкие диалоги. Обязательно с ремарками. Сказал он, улыбнулась она, грозно нахморился он, смеялся Василий, ну и так далее. То есть так пишутся сценарии, и так пишутся новелизации. Поэтому, скажем, романов больше не стало, я бы сказал, стало меньше. И сказал бы, что это стали повести. Нет, это не повести, это большей частью новелизации, как определённый жанр, новелизации воображаемого кино. Вот примерно так. Более того, воображаемого сериала, не кино, а сериала. Потому что в большинстве с твоём сейчас очень популярны многотомные всякие эпопеи. И добро бы это были эпопеи или саги, а это именно сериалы. Так как раз против эпопеи и саги мы ничего не имеем. Нет, хороший сериал тоже может быть хорошим. Конечно. Мы не осуждаем. А то опять скажу, долги там осуждают, то осуждают, то. Скажем так, мы бы предпочли эпопею или сагу, но как бы дуся элла бывает вполне. Вот в кино же нам досмотрим, в смысле в телевизоре есть хорошие. На этой почве, кстати, подсознательных новелизаций возникли новые жанры. Может быть вы слышали там литр ПГЭ. Это чистая новелизация по приёмам. Бояр Аниме. Мы когда узнали страшное название. Бояр Аниме. Причём возле буквы «Э» обычно, если совсем по классике, ещё твёрдый знак ставят. Бояр Аниме там, ну и так далее. То есть это как бы возникают новые даже не жанры, а спецификации под вот этот ход. Нет, опять же, мы их не ругаем. Мы их не читали, поэтому мы не можем сказать, наверное, какая там есть что-то хорошее. Но мы просто не читали, просто нам самим названия какие-то интересные стали. То есть мы как бы новая эпоха. Оригинально, как говорил Павел Чикожевский. Поэтому романов больше не стало, скажу честно. Роман писать трудно. Роман писать трудно. А раз уж и заикнулись о теме литр ПГЭ, увидел также ВКонтакте у Дмитрия Рус. Фотографию, насколько я понимаю, интервью стоит ожидать на YouTube-канале Дмитрия. Расскажите, если возможно, в двух словах, чего ждать, как понравилось ли общение, было ли интересно. Ну, уже второй раз Дмитрий Рус приглашает нас на видеозапись. Один раз, это было несколько лет назад, боюсь, соврать сколько. Да, в Москве на Расконье. И второй раз здесь у них свой офис-студия. Он, когда узнал, что мы в Санкт-Петербурге, пригласил тоже зайти пообщаться в эфире. Мы зашли и пообщались. На этот раз разговор больше всего шел как раз о нашей новой книге. Вот. И немножко, а может быть и множко, о секретах нашей творческой кухни, как мы пишем книгу. Книги вообще, в принципе, о некоторых писательских приемах, принципах, фишках и тому подобное, организации творческого процесса. И как бы вот, чтобы этим поделиться с другими авторами, кому это может быть интересно, а кому-то даже и полезно. Что мы с удовольствием и сделали. Дмитрий очень хорошая обстановка в студии. Он задает толковые, профессиональные вопросы, хорошее, так сказать, техническое обеспечение, теплый прием. Нам все понравилось. В общем, будем ждать интересное интервью с писательскими Таневыми. Дорогие друзья, к сожалению, время у нас подходит к концу. Последний на сегодня вопрос будет. У меня такой вопрос. Ну, я насколько знаю, ваши романы еще и на украинском языке идут. На какие еще языки, ну, вас там, ну, как это говорится, на основе переводятся. И как, насколько активно это вот все-таки читается. У нас вышло до десятка книг на польском. Как раз его на десять и вышло. У нас вышло семь или восемь книг, боюсь, собрать на французском. Причем часть в Канаде, часть во Франции. У нас несколько книг вышло на чешском. Путь меча и роман сильный. Вот как раз первый том уже вышел, второй должен вот-вот выйти. Уже переведен, еще просто не вышел из издательства. Первый уже продается. На литовском. Вот, у нас выходили книжки. Ну, если уровень рассказов, то эстонский, испанский, китайский, английский. Господи. Ну, и несколько наших книг есть в электронном виде, на английском, на Амазоне. Вот, две книги и несколько рассказов, но только в электронном виде, не в бумажном. А еще несколько рассказов у нас тоже на французском издавались и в сборниках, и в журналах. И один даже два или три раза. То есть читают? Ну, читают, да. И отзывы пишут. Очень интересно. Кстати, очень интересные отзывы, даже не важно, положительные ли отрицатели, ну, положительные-то понятно, а даже те, которые мне понравилось и честно об этом пишут, они пишут об этом очень вежливо, корректно, и, как правило, с такой формулировкой, это, наверное, интересная тема, но не для меня, это не моя тема, но наверняка тому, кто интересуется, ну, скажем, такой-то мифологией, эта книга будет интересна, а мне вот не пошла. Вот, то есть очень вежливо и корректно. Нас просто поразила корректность отрицательных отзывов. Мы к этому не привыкли настольные. Причем это проверено на поляках, на чехах, на французах. Англоязычных мы там на Амазоне пока отзывов особо нету, но я просто видел переписку по поводу других романов, ну, не наших, а англоязычных авторов, как их обсуждают, и даже те, которые критиковали, тоже делали это вежливо. Олег Семенович, Дмитрий Винчик, спасибо большое, что нашли время, что героически добрались. Олег Семенович, спасибо большое, что вы сюда пришли. И еще раз извините, что встреча оказалась несколько вырезанной. Хотя нет, знаешь, нас тут на 20 минут задержали. Молодцы, спасибо, блин. Да, и у нас прожили время, поэтому теперь перейдем оперативно к автограф-сессии в порядке живой очереди по одному. Ну, куда, куда, дедушка, тут уже камера стоит, там же очередь. А, ну, вообще у нас положено, да, чтобы все было так в порядке. Глитрий Евгеньевич, вам водичку еще принести? А, нет, спасибо. Будете расслаиваться на две части. Всем подпишем, не волнуйтесь. Пожалуйста, давайте. Полиня, давайте. Да, да. Да, да. Спасибо. Кому? Моему. Да. Моему. Да? Вперед, вы меня уже начинается профессиональная дефорта, скулья. Моему. 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 Газ Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Алексей, я книжку еще не читал, стал автографом. Это уже подписано? А нет, не подписано. Главное не перепутать, поверяйте все. Это чья книжка, кого писать? Здесь был Алексей, здесь был Дмитрий, тогда это Алексей. Вы могли бы понимать, что там по трейшим, я даже хочу писать. Сразу 65%. Пусть будет каждого. Простите, можно уходить за мечтой? Конечно. Вы скажете, чтобы не попросили. А можно мы присоединимся? Никаких проблем со всеми с фотографиями. Да. Без силы. Обязательно. Да. Перемога. Мы знаем, тут самый лучший фото. Глеба. 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 Да. А я парню. Давай держать на парню. Кому мы подписываем? Мария. Отлично. Боложь. Главное, чтобы мамы не выдаст побед. Главное, чтобы мамы не выдаст побед. Спасибо. 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 Давайте книжки пока. Давайте книжки. Здравствуйте. Вы как серьезно подготовились. Правильно. Очень рад. Это ты показывай еще раз. Спасибо. Так. Так. Нашему читаю. Нашему читаю. Нашему читаю. Попробуйте. Я бы удовлетворяю меня парадок. Раны тех, которых мы услышали. Ой, ну, слушайте. Сейчас. Есть. Еще раз? Нет. Нет. Нашему читаю. Ухову. 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 О! Ухову. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...